здравствуйте мои дорогие с вами опять роман головин и сегодня я рассказываю о вреде мяса я уже рассказывал о вреде мяса но сегодня хотел более обширно рассказать и это лекция очень серьезная информация максимально все что смог собрал воедино естественно постараюсь не вдаваться очень ну такие глубокие подробности вам просто это не нужно когда вы же не ученые да расскажу то что сел на сегодняшний день известно врачей от мира науки и от себя конечно я питался и как мясоед в этой жизни все ед и как веган вегетарианец сыроед вот и фрукторианец так что я могу сказать точно как мой организм себя чувствовал на таком питании другом питание так мясо это зависимость вы должны понимать что я тоже в детстве очень много мяса и всем своим друзьям знаком я рассказываю который буду знаешь что мне так тяжело перейти там этот тип питания его ребят это не отговорка я просто фанатом был мясо я каждый день его ел сосиски хотя в советское время это настоящее мясо было все мясо и курицы не шпиговались таком количестве гормонами и не кормили не кормились специальными непонятными добавками которые реально и вес поднимают и рак более быстро вызывают и воспаление общего организма происходит поэтому даже сравнивать нельзя было но просто реально вот вызывает зависимость и привыкание как наркотик все вы знаете кто пытался бросить мясо очень сложно и тяжело потому что в обществе вот эта психологическая зависимость она витает что типа вот не ешь ты не настоящий мужик например не будет потенции то женщина забеременеть не сможет в мясе все незаменимые аминокислоты и так далее это все мифы еще конкретные мифы причем сегодня на земле нужно срочно сокращать население земли все с этим согласно но не такими методами сейчас как раз пытаются внедрить везде должно быть мясо мало молочные изделия белков животных побольше был обязательно пропагандируется на самом деле все ученые мира уже признали что это вредно и мясо и молочные продукты даже глютен который содержится в различной пище тоже вреден для организма человека дальше в мясе есть паразиты все вы это прекрасно знаете любая животная пища и убивают животное убивает она какое-то время где-то находится это же разлагается все чтобы это не разлагалась максимально хранят в холодильнике потом запихивать морозильник там и так далее животное которое убивают но на полный страхом она передает вам это негативную энергию да это уже некоторым непонятно люди на это в это не верят некоторые понимают но если вы внимательно присмотреться то такое тоже присутствует то есть негативная энергия передается человеку а паразитов очень много и паразитов очень сложно вывести люди которые употребляют большое количество мяса и очень часто употребляет у них очень много глистов всяких паразитов и гребков в кишечнике в организме поэтому нужно это понимать люди которые отказываются от мяса у них количество паразитов и грибков уменьшается люди которые отказываются от мясной пищи животной пищи них еще меньше появляется в организме бактерий ненужных паразитов и грибков и так далее опять же сразу хочу оговориться даже если люди вот это уже в горах там или там сам езжу на охоту там стреляют да конечно там мясо совсем другого качества но это все равно есть нельзя не мясо не молоко это не человеческое питание далее и термической обработки мяса и молочных продукт когда уже в куб просто сюда засуну хотя мне про молоко отдельной лекции есть не все смотрели уничтожаются без белки разрушаются под температурой до витамины разрушаются большинство при жарке мясе образуется очень много канцерогенных веществ которые очень плохо влияет на организм человек вот смотрите да мы выходим на поляну до смотрим стоит корова или какое-то животное у нас есть желание побежать за него вцепиться в шкуру этого живота нету первых нас таких зубов нет моим не догоним и нет желания грызть эту шкуру есть сырое мясо 2 ладно убили животное дает он сырое мясо но живется но не живется у человека нет таких зубов третье человеку нужно приготовить пищу то есть на огне взять инструменты чтобы его разрезать мы все равно не будет живаться это приготовленное мясо просто сломал так жевать его но не будет живаться все это сложно сделать его надо разрезать а потом только съесть без соли и специи будете мясо не будете она вообще невкусно отвратительное человек не может это есть вот хорошо добавили какие-то специи там соусы там вот видите чтобы съесть мясо придумана куча всяких причиндалов до которые нужно использовать чтобы это мясо пошло в организм немножко забегу вперед вот в арабских странах были такие пытки 2 2 недели давали мясо только мясо с утра до вечера там несколько раз в день человек умирал просто если вам будут давать любые фрукты и овощи каждый день одно и то же быть никогда не уберете от этого просто через какое-то время через несколько лет у вас будут проблемы со здоровьем после достаток будет энергии определенные недостаток витаминов и ферментов будет в организме человека мясо она реально убивает просто вас просто становится кишечник и человек просто умирает это о чем-то говорит можно задуматься даже мясо это выгодный бизнес то есть крупные корпорации никогда не откажется от заработка нет никогда не откажется от молочки там да это реально крупный серьезный большой бизнес и они будут везде заказывать статьи медицинские что-то круто давайте ешьте там наши предки ели наши предки не ели у них не было такое количество скотина в деревнях чтобы они могли и каждый день есть все равно преобладала пища растительного происхождения да может быть там кто-то ел мясо и так далее но и не ели каждый день и каждую неделю это был как деликатес это елась редко даже история вам об этом говорит это все фантазия а те кто придерживаться теории дарвина да что типа человек там произошел от обезьяны там и на четвереньках появился человек не появился 4 сразу такой был многие ученые сейчас это доказывать никакого теории дарвина не было ни на несостоятельности опять очередной вброс мозг людей человек не мог эволюционировали какую-то какой сейчас есть такой сразу или появился такого создали создатели естественно при нарушении экологии и при развитии химической пищевой промышленности сейчас в мясо добавляют просто сейчас начнешь говорить волоса просто будут сами шевелиться и стоять торчком различные гормоны химические добавки канцерогенные добавки чтобы животное не болело там до кучи антибиотиков и так далее многие скажут вы знаете да фрукты овощи тоже фрукты овощи хоть и тоже но организм успевает очиститься от этих токсинов и шлаков потому что это естественная пища для организма человека а когда мы едим неестественную пищу для организма человека то вот эти шлаки и добавка еще сложно вывести из организма практически нереально они накапливаются накапливаются человека образуется куча различных заболеваний проблемы с пищеварением желудочно-кишечным трактом артриты всякие артрозы повышение артериального давления сердечно-сосудистые заболевания миокард может быть инсульты постепенно могут возникать в связи с чем потому что повышается внутри сосудов до скопления различных бляшек холестериновых кровь сгущается организм не успевает очищаться различные шлаки токсины условно их буду называть тоже некоторые врачи не понимаешь что шлаки токсин я просто для понимания на буду словно называть эти шлаки токсина не откладываются в мышцы вот в тех зонах где меньше всего опасно потом когда эти зоны в организме заканчиваются и уже в крови начинают откладываться мозги в крови суставах в других органах и так далее то есть все жидкости в организме они становятся ну другие по составу естественно организму человека тяжело если вы еще заметили когда вы употребляете мясо вот вы приготовили съели там банс и вот он все время хочется спать после растительной пищи такого практически нет или в минимальном количестве то есть организмом по-другому работает особенно когда человек длительное время не ест вот мясные продукты молочный продукт то человек уже это почувствовать разницу уже может то есть не надо ходить врача специалистам чтобы это реально почувствовать это все можно почувствовать на себе вообще без проблем единственно что нельзя сразу резко от всего отказываться во-первых это психологические проблемы это фактор отказа что может потом обратно привести к каким-то большим проблемам вот и еще больше будете есть и больше толстеть будете так далее какие еще заболевания бывают да во первых я не сказал что это рак то есть это вызывает раковое заболевание ко мне очень много на консультацию обращаются различных людей у которых есть проблемы со здоровьем и вот эти проблемы со здоровьем они как раз таки вот большого потребления животной пищи то есть это я очень длительно наблюдаю и по есть и пациенты и клиенты с раком который как раз таки имеет причины приобретенные да и таких мы пациентов клиентов ведем рассматриваем рассеянный склероз до плохая память становится у людей чем больше белка тем хуже память когда я занимался усиленно спортом как бы то было длительно время на сравнении многие спортсмены которые едят очень много мяса и молочки у них рутся связки мышцы очень сильно не ломаются кости не хрупкие становится потому что когда человек много этих продуктов вес до белок здорово клёво там массу набирается это понимаете как шлак такой да как мусор те мышцы растут набирают мусор да и организм человека он увеличивается в мышцах есть спортсмены которые используют вегетарианское питание у них прекрасное идеальное тело но естественно когда человек прямо хочет просто зомби быть конечно без мяса нельзя но опять же для организма это очень плохо яблосение быстрее происходит и от вас очень будет плохо пахнуть вот кто очень много мяса ест причем и специи очень много очень плохо пахнет от человека и откалы от мочи от пота как бы да вообще запах противный до человека вот человек который пытается хорошим растительным питанием проблем не будет то есть вот это все уходит это особенно важно для тех людей которых сами самих по себе плохо пахнет очень сильно то есть это тоже есть аргумент отказаться в пользу как раз вегетарианского питания многие люди да их научили то что вот я охотник там я добыча я мужчина опять же все это вранье как бы никто никогда ни за кем не охотился в природе потому что фрукта очень везде растут те же грибы пошел собрал набрал еще немножко забегу вперед что полностью мясом могут грибы заменить это тоже очень важный момент чтобы знали и надо тоже выбирать определенные знания то что знание не сразу приходит ни один врач вам это не расскажет сам работал в системе здравоохранения медицины много лет прекрасно понимаю как защищается диссертации все подгоняется даже всемирная организация здравоохранения до признала что там мало молоко там это вредно там да там и даже на первом канале там известна передача там я малышевая была на здоровье тоже они говорили что это вред и так далее многие уже сейчас бывает а красном мясе что это вредно учета же надо начинать на самом деле все мясо есть нельзя как максимум кто питается животной пищи это рыба и яйца более-менее можно оставить проводились длительные наблюдения индийскими врачами проводились исследования длительные американскими врачами и есть такой фактор роста и f1 вот считается что вот этот фактор он очень вреден для организма человека он воспаление вызывает то есть клетки воспаляются есть несколько веществ которые реально очень вредны это мясо молоко большое количество соли сахар то есть в природе же нет кучи сахара что мы пришли его съели то есть человек когда это все делает специально искусственным причем получает из чего-то экстракт делает в таком количестве это очень все вредно поэтому это настолько сильно зашло в нашу жизнь что мы без него даже не понимаю как существовать можно также вместе содержится гликоль нейроминовая кислота которая очень сильно также может привести к раку это вот конкретные вещи о которых я говорю как бы да что реально вызывает орхидинова кислота также вызывает воспаление а то скажется что я голословно все говорю говорю да это следование пожалуйста можете посмотреть в интернете есть статьи кстати иисус христос не ел мясо мухаммед не ел мясо вот буду также мясо есть источники где это говорят вот так же когда вы начинаете использовать большое количество мяса в самом рационном питании тогда у человека просто недостаток энергии становится если вы заметили многие спортсмены там предтреники пьют так называемые что стимулироваться перед тренировкой особенно те кто очень много мяса мясо тяжелая как бы у нее тяжелая энергия и человек очень сложно на таком топливе работать организм человека на самом деле ну в основном только энергию понимают они понимают что витамины ферменты какие-то там вот минералы коферменты каждая пища имеет свою энергию мы есть энергия то есть это вот вопрос очень важен для понимания мясо когда попадает в организм человека она помимо того что сама по себе разлагается как бы да этот труп можно сказать да люди трупоеды и вот когда человек это ест у него переваривается во первых мясо где-то пять дней в организме задерживаться и выходит полностью она отравляет организм человеку не нужно такое количество белка это еще очередной миф обман вообще всего человечества я был на жестком фрукторианстве 8 месяцев своей жизни вот жил в тех условиях когда просто солнце вода и фрукты я себя чувствовал в принципе нормально да замечательно если что-то также очень резко перешел потому что не было знаний вот был стимул быстрее перейти на это питание и так далее тоже эксперименты там делал с духовным развитием так вот ощущение просто легкости до шарика воздушного вот мясо ну конечно очень сильно отравляет оттяжеляет организм когда в организм человека поступают много белковой пищи то там магически называемые размножаются в кишечнике бактерии как на кладбище до когда трупы закапывают они гниют и те же самые микроорганизмы микрофлоры присутствуют в организме человека да и вот она разлагает это все и причем они ничего не дают практически человеку эти микроорганизмы когда человек питается вегетарианской пищи да да микроорганизмы симбиотные они могут и витамины давать и какие-то белки если надо и ферменты вырабатывать уже давно доказали что кишечник это отдельный орган в организме со своим мозгом с нервной системы и так далее то есть он функционирует автоматически независимо от головного мозга и там живут очень много микробов там до 2 до 2 с половиной килограмм и вот эти микробы они потребляют клетчатку растительную пищу в основном а когда поступают в организм не знаю мясная пища не в аппендиксе прячется он закрывается много вообще до сих пор не знаю для чего пеникс нужен и таким образом начинают размножаться вот эти могильщики так называемые хотел еще немножко рассказать специально выписал когда для тех людей которые кричат до сих пор что нету в растительной пище незаменимых аминокислот во-первых есть каш так и кинова кино там все незаменимыми кислоты присутствуют например это аминокислота аргинин находится в тыкве там до зернах кунжута арахиса в сои и в арахисе имеется гистидин он же есть в чечевице то есть бобовых в орехах считаете да в зелени большинство незаменимых аминокислот во лин содержится также в арахисе соевых продуктов грибах изолицин можно найти в орехах миндаль кешью чечевицы нуте лизин есть в амаранте и в орехах вот бурый рис орехи щечевицы семена злаков содержит лицин во всех бобов есть метионин и трианин триптофан можно найти в бананах зернах овса кунжуте арахиса аминокислотой фенин аланин обогащена соя но опять же еще амарант другие виды растений ну я просто когда вам зачитал чтобы было понятно не голословно то что я что-то рассказывал да и таких вещей сейчас все больше и больше появляется конечно не призываю всех вас быть веганами скажешь что он там сумасшедший какой-то еще что-то не все люди могут быть веганами но опять же таки мясо и молочка лучше постепенно исключить из своего рационного питания оставить яйца там допустим какие-то хлебобулочные качественные продукты те кто еще не может быть веганом в этой жизни яйца на рыбу хорошее тоже качество уже домашнего там качество по возможности выручены в дикой природе рыбы так далее и такой аспект экологический да когда вот ради того чтобы вырастить животных до вырастить меня это мясо вырубается деревья осушаются болота какие-то убираются яблони у сады как бы там врубаются там какие-то плодовые деревья что построить фермы эти большие вот эти магната мясные молочные не заинтересованы в этом сколько коровы выделяет углекислого газа сколько отходов сколько персонала надо содержать до убирать то есть вот это мясо должно быть золотым но почему-то это мясо не золотое и стоит она зачастую как тоже как фрукты и овощи а то и меньше то есть специально как будто нас отравят как бы мясо было конкурентно с фруктами и овощами на самом деле если вы посадили плодовых кучи деревьев это гораздо дешевле было и вкуснее и ароматнее и организм лучше чувство вот человек когда много белковой пищи есть он стану ходит к врачам часто болеет у него именно система плохо работает если кровь посмотреть микроскопом она все время воспалена там много лейкоцитов лимфоцитов есть и вот это все в купе да если все эти следы проводить вот доктор кэмпбелл да он проводил 40 лет эти исследования при американская ассоциация там специально биологических исследований можете в интернете посмотреть и повторил опыт индийских ученых о вреде мяса кстати вы не самое большое количество вегетарианцев кто не знал и это эти следы четко показали и на мышах там и других видов животных насколько часто они болели раком из эксперименты на людях которые обследование бывают различных очень много на земле этих обследований которые доказывают что большое количество белковой пищи она реально вызывает проблемы я очень много лет питался вообще без белка практически только сырую пищу вегетарианскую и практически ничего больше не ел ходил в зал по 3 4 часа в день весил 100 килограмм никаких проблем я вообще не испытывал но я природа просто такой плотный всегда был дачу бы я не елся но плотный то есть есть люди худые есть нормальная у меня всегда избыточный вес был поэтому может быть это плюс для меня был когда мне легче было на себя в зеркало смотреть не был такой истерик как некоторые переходи в обам с 50 килограмм истерика слишком много потерял массы надо обратно переходите все это связывается с потерей белковой пищи животное опять же говорю надо медленно переходить опять же вы всегда в доступе я в доступе обращайтесь на консультации вот если кто-то хочет узнать как переходить что есть что не есть там и так далее то есть столько видео на канале не всегда есть возможность смотреть вникать понимаете так далее для этого существует специалистов каждой области вот пожалуйста обращайтесь и на планной консультации все это разберем и вот эти исследования почему пришли что если больше десяти процентов животного белка в организме все начинается воспаление как бы да и различные заболевания происходят белков очень много в растительной пище и бобовых и в орех там конечно жир есть в большом количестве не надо их есть вот и есть его авокадо просто организма человека не нужно такое количество белка вообще растительный белок он легко усваивается да сейчас я не буду рассказывать какую пищу есть можете посмотреть в интернете как другие мои видео посмотреть поэтому вот исследование профессора коллина кэмпбелла из кафедра пищевой биохимии соединенных штатах америки он проводил это исследование индийские специалисты европейские специалисты также проводят различные виды исследований можно бесконечно о мясе говорить вот чем сейчас кормят животных там да что мясо это вообще не уже не мясо скоро будет до магазине непонятно что это такое что добавляют какие стабилизаторы изменения цвета как бы да там в чем его замачивают то есть это вообще как не помню один врач рассказывал когда в африке работал я тогда еще запомнил человек очень сильно любил мясо работал одном в одной из стран африканский африканского континента я приходил на рынок там полная антисанитария вот кусок мяса там лежал черного цвета мухи полностью облепили поэтому черному на рынке он что брал покупал что-то там в марганцовке замачивал пару дней там замораживал размораживал ну то есть там уже ничего не осталось лишь вот мясо это съесть когда и человеку до понимает что это вредно как бы да но все равно хочется то есть это реально пищевая зависимость ноги дубу там бросить пить курить отказаться от мяса и молока это тоже очень серьезная вещь это серьезная зависимость поэтому это сложно сделать пищевая зависимость она существует про мясо можно бесконечно говорить и естественно люди которые едят мясо не всегда будут оговариваться вы знаете там это все ерунда там будут искать какие-то там оговорки вы знаете вот всемирная организация здравоохранения не признает вегетарианцев там нормальными людьми они все ненормальные естественно это нормально вот темные силы они не дремлет естественно поэтому они вам будут рассказывать сказки про белого бычка чтобы вас в сторону отводить от знаний надо же сокращать население надо чтобы вы болели надо что фармакология работала во всем мире нужно чтобы заработать до поэтому все это взаимосвязано с друг с другом и так далее особенно врачи они вообще железобетонных пробить невозможно сам работал в этой системе и когда с ними начинаешь разговаривать бесполезно просто они даже ничего объяснять не хотят они просто упираются рогами в стену и все всегда надо за консервативный диалог и так заканчиваю это видео всем вам самого доброго удачи до свидания пишите свои комментарии подписывайтесь на канал